Мы были вчера в нашей основной церкви в Петахтикве, и я проповедовал на тему зависти, на тему, почему мы других обсуждаем. И тема этой проповеди была такая, чем тебе пастор не угодил? И три основные точки, проповедь не записалась, значит так было надо. Она была абсолютно неполиткорректна, она была такая правдивая. Очень много людей потом подошли и сказали, что эта проповедь была для них, и хотя я был уверен, что это не для них, я просто вернулся не на нашу церковную жизнь, а на примере церковной жизни, на нашу жизнь в мире, как мы живем. И одна из главных мыслей там была такая, что Иисус это тот, кому пытается уподобить себя пастор, любой. Не важно, вы пастор домашней ячейки, или вы пастор дома, или вы просто лидер служения, который ведет за своих каких-то людей. Мы хотим пытаться уподобиться Иисусу. Не всегда получается. Иногда получается коряво, иногда криво, иногда косо, но мы пытаемся, по крайней мере. И вот эта вот мысль, которую я озвучил, что Иисус не всегда угождал людям. А потом, когда я начал уже в проповедь писать, я вообще не нашел места, где он вообще им угождал. Нет такого места в Писании, где Иисус угождал бы людям. Он угождал только своему небесному Отцу. И поэтому бывает, что мы как наставники, как ведущие, как лидеры, даже самих себя, лидер самого себя, мы иногда бываем неугодны самим себе. Но это не значит, что мы должны вставать, уходить, обсуждать. Мы должны просто понять, что нам нужно изменить. И очень простой способ это посмотреть на себя в зеркало. И сказать, я хотел бы быть лидером для самого себя. Если да, то круто. А если нет, и большинство из нас, я думаю, все из нас скажут, что нет, за таким лидером я бы не пошел. Не потому, что мы вообще, в принципе, плохие. Но мы-то себя лучше всех знаем. Мы знаем все свои минусы, да? И вот если мы знаем эти минусы и говорим, я бы пошел бы, но... Тут нужно спросить у Бога, что нужно поменять в себе. И хорошо, что эта проповедь не записалась на самом деле. Не надо. Реально, я смотрел просто на лица людей в зале. И я понял, что люди действительно услышали в этом слове, как они себя ведут не в церкви. Я не про церковь проповедовал. Я не про гребен, но про пастора проповедовал. Я проповедовал про наши взаимоотношения с этим миром. И один из таких главных моментов в жизни нашей церкви, я его озвучил, когда мы только начинали свой путь, вот в апреле, я его озвучил, что главной задачей нашей церкви будет проповедь Евангелия. Потому что Писание говорит, что горе мне, если я не проповедую. И можно, конечно, проповедовать с кафедрой, можно проповедовать, но много делать умных теологических проповедей. Те, кто меня знает, это я умею делать. Но, вы знаете, от них не каются. Потому что теология, знаете, это такая наука, которая помогает церкви выжить и не уйти в сторону уже учений. Но это не та наука, которая помогает благовествовать. Потому что благовествование, оно простое. Благовествование, оно простое. И сегодня как раз я хотел проповедовать о том, что такое благовествование. Откуда оно взялось. Почему ученики Иоанна Крестителя пришли к Нафанаилу, кто был, Андрей и Филипп, кажется. Они пришли к Натанелю Нафанаилу и сказали ему, мы нашли того, о ком говорил Моисей и пророки. Почему они вдруг его нашли? То есть они его искали, получается. То есть они знали, каким должен быть тот, о котором писали Моисей и пророки. И как раз в этом и заключается простота Евангелия. Он сказал, откуда он, они сказали, из Галилеи. Он говорит, а может, что хорошее быть из Галилеи? И вы знаете, когда мы смотрим дальше историю Иисуса Христа, Его рождение, Его жизнь, Его служение, Его смерть, Его воскресение и последствия Его воскресения из мертвых, мы видим, что на самом деле действительно никто ничего не подозревал, кто Он есть такой, кроме тех, кто стоял возле Него до конца. И сотник, который проткнул копьем Его ребра, он сказал, что это воистину Сын Божий. Хотя он никогда не искал Бога, но что-то он почувствовал. И вот там простота Евангелия, когда люди видят что-то, Бог приходит на это место, погружает нас в Духа Святого. И делает это таким образом, что мы вдруг начинаем понимать, что мы чего-то упустили. Когда Иоанн Креститель проповедовал об Иисусе Христе, а он проповедовал об Иисусе Христе, даже когда он это имя не произносил. Он говорил, я крещу вас водой во избавление от грехов, но тот, кто идет после меня, и я недостойно развязать ленты на сандалиях Его, будет крестить вас огнем. То есть, что значит крестить огнем и духом? Он говорит, что значит крестить? Крестить в переводе с греческого это погружать. Придет Иисус, и Он будет погружать нас в Дух. Он будет погружать нас в огонь Святого Духа. Почему? Потому что мы, написано, являемся почетными сосудами в Храме Божьем. Аминь. У вас так написано в Библии? Так вот, если мы почетные сосуды для почетного употребления, то у нас есть одна привилегия. Почетные сосуды, они либо из золота, либо из серебра. И для того, чтобы получить чистопробное такое золото или серебро, его нужно греть. Греть, греть, греть. Вот говорят, я не сам-то не знаю, но говорят, что когда ювелир плавит серебро, как он знает, что оно уже чистое? Потому что он снимает то, что сверху плавает на нем. И когда он видит там свое отражение, как в зеркале, значит серебро уже чистое. И Бог погружает нас в этот огонь. И он крестит нас. Но мы иногда пропускаем такие вещи, уже будучи верующими. Смотрите внимательно. Еврей, атеист, это нонсенс. Нонсенс. Так не бывает. И тогда все были верующие. Они, по-моему, у Якова написано, да? Веришь в единого Бога? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. То есть и бесы, и люди, которые находились здесь в Израиле, верили в единого Бога. Они искали Бога, так или иначе. Иначе бы не появилось фарисейство. Потому что когда появилось фарисейство, оно появилось потому, что люди искали Бога. Оно не появилось потому, что кому-то захотелось себя поставить на сцену и начать, как Эзре, проповедовать Тору для того, чтобы все кайрисы платали. Нет. Оно появилось потому, что люди поняли свою жажду по Богу. И вот на тот момент, мы это читаем даже в других местах Писания. На тот момент в Израиле все верили в Бога. И у всех была совесть, и они Бога боялись. Одним из подтверждений, ярким этого является то, что когда к Иисусу привели женщину, уличенную в грехе прелюбовьем, они понимали, что они делают что-то не так. И вы знаете, вот на этой вот эйфории наказания за грех, давайте побьем ее камнями, как Моисей заповедовал нам. Он им сказал одну простую вещь. Не вопрос. Конечно, Моисей заповедовал такого человека побивать камнями. Абсолютно правильно. Не спорю. Но пусть вкинет в нее камень первый тот, кто без греха. И там написана ключевая фраза. Написано. И они, будучи обличаемы совестью, вначале старшие, а потом младшие, покинули храм. Почему? Потому что совесть, я уже об этом проповедовал, но еще раз напомню. Совесть на иврите. Звучит как мацпун. Это одно из однокоренных слов со словом мацпен. Компас. А основным корнем слова компас есть цафон. Цафон это направление движения. Север. В сегодняшнем понимании. То есть, совесть это что-то, что заложено в нас как направление. Вот смотрите, Авраам не был иудеем, он не изучал то. Но он жил по совести. По какой совести? По человеческой? Как написано в книге царств, что каждый жил так, как считал нужным. Нет, он жил по Божьей совести. Иов жил по Божьей совести. То есть, люди на то время, они боялись Бога. Совесть обличала их постоянно. И когда совесть обличает даже язычника, который никогда не искал Бога, и он признает этого человека Богу, он его собственными руками проткнул копьем. Но я почему-то, когда читаю это место Писания, мне хочется верить, что он будет в раю. Потому что, вы знаете, Писание говорит, что сердцем верует ко спасению, а устами, извините, сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Он исповедовал Иисусом, Богом, то, чего не захотели сделать фарисеи. И он сказал, вы будете обличаемы самим же Моисеем. И когда мы приходим сегодня для того, чтобы проповедовать Евангелие, мы стараемся каким-то образом быть Богу-адвокатом. Мы уже говорили об этом, что Бог этого не требует. Богу не нужны адвокаты. Богу нужны свидетели. Он призывает нас свидетельствовать. И Бог постоянно говорит о свидетельствах. Я читал просто, прям взял симфонию и на слово свидетель прочитал массу вещей. Бог все время хочет, чтобы кто-то о чем-то свидетельствовал. Свидетельствовал о нарушениях, свидетельствовал о благодати, свидетельствовал о египетских казнях, свидетельствовал о выходе из евреев, из Египта, о сорока годах пустыни, о том, что никто не вошел в землю обетованную, потому что разозлили его. В Новом Завете он говорит, будьте мне свидетелями. Свидетель это привилегия. Это когда мы имеем право с вами выйти и сказать, мы видели, мы слышали, мы почувствовали, мы получили, мы исцелились, мы окрепли, у нас что-то изменилось. Но это совсем не то, когда мы говорим, нет, ты пойми, что Бог, это Бог, Он создатель. Тебе нужно верить в это. Нет, однозначно написано, что человек, который приходит к Богу, должен верить в то, что Он не есть, иначе кому пригодит-то. Но с другой стороны, никто не требует от нас слепой веры. Он требует от нас свидетельства. Он говорит, будьте мне свидетелями. Мы не можем свидетельствовать о том, чего у нас нет. Согласны? Не можем. Потому что если мы будем свидетельствовать о том, чего у нас нет, мы будем лже-свидетелями на этот момент. Если мы будем с вами лже-свидетелями, то это грех. Написано не лже-свидетельствуем, а на ближнего своем. И то, к чему я хочу вас призвать сегодня словом, это простоте Евангелия. Почему апостолам было так просто проповедовать об Иисусе Христе? Потому что они опирались на Моисея и на пророков. Мы с вами прочитаем малоизвестное место сегодня, о нем практически нигде не говорят. И у вас нету Библии, если мы тут с собой. А жаль. Есть, у нас есть телефоны. Телефоны. Ну ладно. Я где-то слышал группы, когда пастор сказал, поднимите свои Библии. Кто-то поднял книжки, а кто-то поднял телефон. Он сказал, те, у кого телефоны, вы войдете в ад. Я выключил в этот момент. Пробуй. Потому что, знаете, я очень часто проповедую с телефона или с компьютера. Это не значит, что я пойду в ад. Но сегодня я проповедую с книжки. И вас призываю на всякий случай носить с собой книжку, знаете. Пусть будет. Итак. Это Исаия 52 глава. И вот почему-то не читают. Почему-то сразу перескакивают на 53-х. Знаете, в чем проблема христианства? Христианство само себе создало проблему. Разделение по главам – это христианские изобретения, если вы не знаете. Это христиане сделали в угоду судам инквизиции в Испании. Когда им сказали, если вы хотите, чтобы мы с вами судились по вашему, по вашей книге, поделите ее на главы. И христиане поделили ее на главы и сказали, теперь поделите ее у себя, еврея. И сами создали себе проблему. С чего начинается 53 глава? Она начинается. Кто поверит слышному от нас, кому открылась мышца Господня? Но это не то место, с которого начинается пробоведь об Иисусе Христе в книге Исаии. Эта пробоведь начинается тремя стихами раньше, в 52 главе, с 13 стиха. Потому что, если мы берем оригинальное деление на главы, вернее, там нету глав в Танахе, там есть так называемые разделы, паршиот. И вот эта вот параша, которая, вот эта часть книги, которая говорит об Иисусе Христе, она начинается с 13 стиха и написана здесь. Вот раб мой, будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. И когда мы разговариваем с евреями, говорят, ну это про Израиль. Я говорю, готов был бы согласиться, конечно. Но только понимаете, в чем дело? Вот тут как раз моя теология вылезает. Я говорю, понимаете, в чем дело? Потому что нигде на протяжении всего Танаха мы не читаем словосочетание «рам венеса» возвысится и возвеличится по отношению к людям. Это только по отношению к Богу. И получается, что Бог, вы говорите, что Бог не может быть человеческим обличьем, а сами себя ставите на место Бога. И говорите мне, что это про Израиль. Не может Израиль быть рабом Божьим, возвысится и возвеличится. Так не бывает. Это противоречит вашей же теологии. Они говорят, нет, ну это вот неправильно, это все вот ты тут придумал, а вот у нас там есть раввины, которые говорят так или иначе. Могут говорить согласны. Но давайте опираться на историю. И здесь написано. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько ты был обезображен, паче всякого человека, алик его, и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Мы сегодня видим, как проповедь Евангелия касается царей, правителей, как целыми странами люди каются. Сегодня есть в Африке, в Африке, которая всю жизнь была то под одними, то под другими, христианские страны. Христианские страны, Эфиопия, например, они же все христиане, их заставили здесь принять вирус. Они все христиане. И живут по-христиански, и обычаи у них христианские, и у них все христианское. Понимаете? Ганна, они христиане. Там у них утром в парламенте с молитвы начинается. Царей касались. Почему? Потому что Бог поставил себя выше всего. Он поставил свое имя превыше любого имени. И только этим именем нам суждено спастись. И они об этом никогда не слышали. Им об этом никто не говорил. Они говорили, что у тебя власть, и ты можешь всегда ей воспользоваться. А когда, помните, Пилат разговаривал с Иисусом Христом и говорил, ты царь иудейский, тот ему сказал, ты говоришь. А вы знаете, что я понимаю из этого диалога? Особенно то, чем он закончился. Чем он закончился, этот диалог? Он закончился тем, что над крестом был прибит. На трех языках. Лозунг, или провозглашение, или признание самого Понтия Пилата. Там было написано на греческом, на иврите и на латинском. Иисус из Назарета, царь иудейский. Он признал это. Потому что то, что он слышал от него, он никогда бы уже не слышал. Кто вообще мог прийти к такому человеку, как наместник Кесаря на Балестинской земле? Ну да, да, не было Балестинской земле, но иудей. Ну и потом уже тоже. Кто мог прийти и вообще с ним поспорить? Еще и сказать ему, ты говоришь? То есть ты как бы на себя посмотри, обличить его. Кому еще, к чьей жене являлся по ночам? Дух сведу, я обличал, как жену Понтия Пилата, и говорил, не трогай этого человека. Нет, я знаю одного такого человека, к которому приходил Бог и говорил, не смей делать ему ни хорошего, ни плохого. Но это был Лаван, от которого убегал Яков. Это был еще один случай. Но Иисус, это был особенностью, там Бог говорил сам лично, устами этого человека. И когда мы читаем вот эти вот слова, которые притворяют 53 главу, мы начинаем понимать на самом деле, что раб Господень, это не человек. Потому что мы везде читаем, что и умер Моисей, раб Господень. Но это не человек в данном случае, что человек не может возвыситься и возвеличиться, потому что Бог всегда говорит, что мы должны жить в скромности. А дальше уже, конечно, можно начать читать 53 главу. И по поводу 53 главы я хочу с вами поговорить о трех местах Писания. Это с четвертого стиха. Почему я говорю сегодня об этом? Потому что сегодня на нашем служении должно было быть три человека, которые хотели прийти. Но дьявол постарался сделать так, чтобы они не пришли. Один заболел, второй уехал, третьего не пустили. Почему? Как вы думаете? Потому что дьявол не хочет, чтобы люди познавали Бога. Он знал, дьявол, что я буду проповедовать сегодня о Евангелии Иисуса Христа. Он не захотел, чтобы эти люди были здесь. Не захотел. Но мы знаем, что Иисус победил мир. Мы знаем, что у дьявола больше нет прав на нашу жизнь. И мы знаем, что в конце концов, если человек уже изъявил желание прийти к Богу, он все равно придет. Он придет. Нам нужно просто за них молиться. Мы будем за них молиться. Но когда мы приходим к Богу, мы иногда, знаете, слышим разные провозглашения. Мы знаем, откуда они взяты. Из каких глав, из каких книг. Но вот люди, которые не верующие, они не знают. Я сегодня одной из них говорю, слушай, если ты заболела, приходи, мы за тебя помолимся. Потому что Иисус уже умер за твои болезни, чтобы ты не болела больше. Да, но не сегодня. У меня даже нет сил встать. У меня нет сил то, нет. Я ее понимаю. Я ее понимаю. Серьезно. Но иногда мы приходим вот к таким людям и говорим, да ты чего, да давай, я-то знаю, я-то свидетель. А она-то еще этого не видела. Она этой славы еще не чувствовала. И для нее то, что мы говорим, это пустой звук и религиозность. И больше ничего. Но если мы будем продолжать за них молиться, если мы будем продолжать им благовествовать, И вот вам живое свидетельство. Сколько лет этот Валера слушал проповедь Евангелия? Так или иначе? Ну, наверное, лет 10. 10 лет. 10 лет человек слушает проповедь Евангелия от двух верующих людей и называет себя сочувствующим атеистом. Приходит на домашнюю группу, слушает свидетельства людей и в тот же вечер принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. И все равно. Говорит, я не верю. Не важно. Фома тоже не пришел на одно служение, сразу стал неверующим. Это нормально. Он говорит, пока не вложу пальцы в руки и в ребра, она не поверит. Это нормально. Это хорошо. Главное, что он попадет в правильное место, что с ним поработают, с ним встретятся, с ним обсудят и так далее. Но он провозгласил это, понимаете? Потому что дьявол, смотрите, написано в Писании, что всякая тварь стенает и мучается в ожидании откровения сынов Божьих. Ибо покорилась этим страданием не добровольно, а по воле покорившего. Кто покорил? Разве Бог покоряет чьи-то сердца? Нет. Бог приходит и вызволяет нас с этой темницы. А покоряет нас, то есть в рабство, в зависимости вводит дьявол. И он сильнее нас. Он сильнее нас. Что бы мы ни говорили, как бы мы там ни выкопенивались и ни говорили, да я, да у меня, да со мной этого не произойдет. Он сильнее нас. Он вообще для нас песчинка. Он не нас боится и не наших там криков, дьявол уходи. Он боится того, кто внутри нас и за нами стоит. Зовут его Иисус Христос. Вот его он боится. И когда Бог за нас, вот тогда действительно не имеет значения, кто против нас. Для того, чтобы Бог встал за нас, мы должны сделать шаг на его сторону, на сторону света. И для этого нужно прийти иногда и пообщаться. Потому что Писание опять же говорит нам, что в послании Иоанна написано, что если мы во свете, как и он во свете, то имеем общение друг с другом. Если человек не приходит на христианское общение, откуда он узнает? Павел, по-моему, в Римлянном у него написано, как слышать беспроповедующего, откуда он про Писание это узнает? Из новостей? Или может быть ему на работе расскажут? Проповедь умершего и воскресшего Иисуса Христа. Нет. Только от нас. Это на нас возложены обязанности. Но мы должны это пережить на себе, чтобы свидетельствовать. И вот четвертый стих, который мы очень часто провозглашаем, но вопрос, мы вообще пользуемся этим или нет. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Обратите внимание, что когда мы это все читаем, мы вдруг видим себя в тот момент, когда мы были неверующими. Мы тоже думали, ну если он Бог, то чего же он позволил-то себе вот это вот? Это значит, Бог про него, где-то он накосячил, если Бог так на него разозлился, что его на крест повесили. Чего же он его не спас? Но когда мы приходим к Богу, когда мы видим, что это есть проявление любви. Жертва – это проявление любви. Иногда мы противимся любви, которая на нас изливается. Противимся, мы говорим, не, мне такой любви не надо, мне не интересна такая любовь. Я-то думал, что любовь она вот такая, а она оказывается вот такая. Нет, такую меня. Поэтому Богу не нужно было угождать людям. Он прекрасно понимал, какой любви ищут люди. Он хотел показать им свою любовь. А его любовь заключается в том, что он умер, и ничего не требует взамен. Ни-че-го. Мы были еще грешниками, мы его не знали, мы его отрицали, мы, может быть, его проклинали, может быть, мы были на него обижены, может быть, мы говорили, что Бога нет вообще, то есть становились безумными. Это то, что Писание говорит, сказал безумный сердце своем, нет Бога. Но когда Бог приходит и возливает на нас свою вот эту вот любовь, меня она коснулась, я могу свидетельствовать. Меня наполнила в день моего покаяния такая любовь, которая не наполняла мне никогда. Здесь сидит моя мама, здесь сидит моя жена, они тоже меня любят. Их любовь, она особенная. У моей мамы любовь материнская, у моей жены любовь, как у моей жены, но это не Божья любовь. Никто не может так любить, как любит Бог. Я не умею так любить, как любит Бог, потому что только Бог может. Я могу стараться любить на тех же условиях, как и Он, то есть, безусловно, стараться и совершенствоваться каждый день. Но я никогда не достигну этого совершенства только там. Только там. Потому что тогда Он даст нам новую плоть. Мы не можем так любить, как Бог, и отнести себя на крест по одной простой причине. Мы боимся плотской боли. А почему мы ее боимся? Потому что опыт. Опыт. Мы уже знаем, что это причиняет боль, это будет обидно, это будет нехорошо, а здесь придется от чего-то отказаться, а здесь мне придется чем-то пожертвовать, и мы не хотим опять этой боли переживать. Особенно те, кто уже переживал такое предательство, которые переживали какое-то насилие, может быть. Которые переживали какие-то неадекватные поведения какого-то людей, они больше не хотят. Им проще уйти от Бога, уйти в тень, и не видеть этого креста, на котором висит тот, кто понес на себе все немощи и болезни, и говорит, это он пострадал, ну и что? А я буду жить своей жизнью. Но как только мы соглашаемся с тем, что он все наши немощи и болезни уже взял на крест, все уже там, не надо оттуда это все снимать и вешать обратно на себя. Он не для этого умер. Он, написано, понес на себе все наши немощи и болезни. И здесь написано, что он извезвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Это великая благодать, потому что нам не надо будет мучиться и нести какое-то физическое наказание. Раньше шпицеру там наказали, а сейчас нам не надо. Он все понес, все наши мучения, всю нашу боль, там, на кресте, 2000 лет назад. Не надо это обратно снимать. Он знал о каждом из нас, о каждом нашем дне, когда ни одного из них еще не было. Так написано, 138-й апсалл. И мы здесь пишем, видно здесь читание, что он уже понес все эти язвы, мучения, болезни, все понес за нас. И дальше написано, что наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть, то, что должен был понести каждый из нас, какое наказание. Представьте себе, какое наказание Бог... Ну, давайте также возьмем простой пример непослушания. Каждый из нас когда-нибудь не слушался. Согласны? Или кто-то может возразить. Все когда-то бунтовали. Все. Включая того, кто сейчас говорит. Даже. Особенно. Окей. Но Писание говорит, что непослушание это то же самое, что волшебство. Что колдовство. А Писание то же самое. Тот же самый Бог говорит нам, что ни ворожей, ни колдуна не будет у тебя, написано, не камнями даже забросать, а огнем сжечь. То есть, получается, что наказание вот за простой проступок непослушания это сжечь огнем. Кто из вас хотел бы, чтобы его сожгли огнем? Никто. А Иисус уже сделал все, чтобы этого не произошло. И Бог нам сказал, просто примите эту жертву, просто примите Иисуса Господа, отдайте Ему все свои проблемы, и все ваши грехи будут прощены. В первой главе Иисусе написано, если захотите и послушайтесь, то есть, смиритесь под крепкую руку Божьей, будете вкушать блага земли, а если будете противиться, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Это просто большая благодать, когда книга начинается с того, что нам нужно послушаться и вкушать блага земли, а потом написано, почему все это должно произойти. Потому что раб Его, сын Его, который уничижил себя ради того, чтобы нас спасти, все понес на крест. И второе место Писания, отсюда же, написано, можно, конечно, говорить, ну это же человек писал, пророк писал, но здесь написано следующее, что он эстезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца он был введен на заклание, и как агнец перед стрибущим был безгласен, как он, так и он не открывал уст своих. От уст и суда был взят, но род Его кто известнит, ибо Он отвергнут от земли живых, за преступления народа моего потерпел казнь. Кто готов понести казнь за весь народ? Да никто. Коррективного наказания никто не хочет на себя нести. Но когда мы говорим, не бывает же коррективного наказания? Конечно, бывает. Просто у Бога был выбор. Сжечь всех просто вот тогда еще? Или просто принести жертву? И, поверьте мне, сжечь было бы проще. Если было просто потопить, просто было бы и сжечь. Но Он этого не сделал. Он этого не сделал. Он отдал своего единственного сына. Это Бог-сердцеведец, который видит нас изнутри и снаружи. Он видит наши эмоции, Он видит наши чувства, Он видит наши сердца. И Он наблюдал за тем, как Его сын в Гефсиманском саду так страдал, что у Него капли пота превращались в кровь. И я что-то до этого не помню, чтобы Он присылал к Нему ангела утешать Его, кроме одного случая. Когда Он был в пустыне и выдержал искушение сатаной. Когда пришли ангелы и служили Ему. Но здесь пришел ангел утешать Его. Он это все видел. Он за все чувствовал, думал, у тебя отцу было не проще, вот сказать, так, все, хватит. Все. Все. Не могу больше. Нет. Он должен был претерпеть до конца. И поэтому, как Он и писал, что претерпевшему до конца дам венец жизнь и сделал Его столбом в храме Отца Моего. Я напишу на Нем имя Мое новое. Он не хочет, чтобы мы страдали, потому что люди нам все, написано, от юности своей, они злые. Написано, что все согрешили, все лишены славы Божьей. И Бог хочет нам вернуть эту славу, которая была в Эдемском саду. Хочет вернуть. Но у Него нет другого пути, кроме как принести себя в жертву. Он приходит и говорит, я. Я. Вот я. Пошли меня. Я пойду. Я принесу себя в жертву. И когда к Нему приходит, Петр говорит, да я еще на замене. Знаете, Петр Морозов был, у него же башни-то не было. Он такой, знаешь, я сейчас тут всех порубаю. Тот ему говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Это не твое. Это Божье. Ты мыслишь человечески, а я Божье. И потом он прочитал длинную проповедь о том, что нужно мыслить о Горне, о том, что нужно все время искать Царствие Небесное. Но когда они поняли, все вот эти вот апостолы, которые были с ним, когда они поняли, что это было его предназначение? Когда он умер? Нет. Когда он воскрес? Нет. Когда они получили Святого Духа. Когда написано, что они приобрели такую силу, что если раньше они боялись и сидели тихо в своей этой горнице 120 человек, если представляют, что там творилось, вдруг они распахивают двери, выходят на площадь, говорят на всех языках, на которые говорят, говорят о площади, и в тот день кается 5 тысяч человек. Вот это сила. И все. Сколько бы им не запрещали проповедовать Иисус, сколько бы их не сажали в тюрьму, сколько бы их не заковывали в оковы, они никогда больше от этого не отходили. Несмотря на то, что Петр отрекся, Иоанн убежал, не Иоанн, простите, Иуда, брат его, убежал. Остался один Иоанн, который присутствовал с ним даже на Голгофском кресте, и Мария. Никого там не было. Все сбежали, все оставили его. Как он и пророчествовал. Но он всех простил, он за всех них умил, потому что он знал, мы люди, мы не в состоянии этого пережить. Представляете себе, мать Иисуса, она изначально знала, что же... Думаете, она что, не читала Библию, что ли? Ну, в смысле, это она... Ты же читала. Она что, не читала 53 главу Исаии? Конечно, читала. Она что, не знала, что ждет его сына? Чем это все закончится? Конечно, она просто не знала, когда это произойдет. Она понимала, что это произойдет, но она каждый день говорит, только бы не силу, только бы не силу, только бы не силу. Но она была матерью того, кто спасает человечество. Писание говорит, «Она родила сына, а ты назовешь его Иисус». На иврите это звучит. «Вытилет еле, вытикарадушем ешо, к юше, а тамомихататар». Она родит ребенка, ты назовешь его Иисус, ешо, потому что он спасет еши свой народ от грехов его. Представляете ее состояние, когда она говорит, «Ну, здрасте! Чего, почему? Ну, за что? Тем более первенец». Это ее первенец был. А потом ей еще в подарок, в ясне приносят благовоние, золото и смирну. Смирна – это смесь помазания этих, ну, тел умерших перед погребением. Нормально, да? Пророчество такое. Еще и колдуны языческие принесли. Ну, вообще у нее, наверное, там… И она знала, что это произойдет. И вы знаете, она сидела даже возле креста. И он не сошел с креста и не сказал, «Да ладно, ну что, все уже, поплакали и будет». Он сказал, «Отец, в руки твои предаю дух свой». Не умер. Он умер там, на кресте, будучи стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Ради того, чтобы мы сегодня сидели здесь. Ради того, чтобы мы сегодня были спасены. Чтобы мы не просто думали, а вдруг мы попадем на небеса. Нет. Мы здесь, потому что мы знаем, что мы идем на небеса. Потому что мы верим в то, что 53 глава Исаии это пророчество об Иисусе Христе. Потому что если смотришь фильм Иисус и читаешь 53 главу, это краткое содержание. Двухчасового фильма. Мы знаем, что Он Бог. Мы знаем, что Он пришел. А самое главное, почему мы это знаем? Потому что мы имеем с Ним общение. У нас с Ним личное отношение. Это не наш Иисус. Это мой Иисус. Это твой Иисус. Это твой Иисус. Твой Иисус. Личный Иисус у каждого. Но это не личный Божок или идол в углу. А это всемогущий Бог, который к каждому нашел подход. К каждой душе нашел ключ. И поэтому мы говорим, у нас есть личное отношение с Богом. Иисус не умер за нас. Он умер за меня. За тебя. За тебя. И за тебя. Он не умирал за все человечество. Он умер за каждого конкретного человека в отечестве. Потому что мы все блуждали как овцы. Не потому, что мы такие, знаете, овцы, знаете, как говорят, если там совсем кукуна, овца. Не поэтому. Я вчера об этом проповедовал. Овца, она будет пастись там, где ей сейчас удобно пастись. Потому что она маленького роста, у нее ограниченный угол зрения, она видит зеленую траву и думает, что это навечно. А пастух, который ее пасет, он с высоты своего роста, понимает, что вот еще 20 сантиметров трава закончится. Поэтому он ее говорит, давай, давай, пеньками, давай, пошли на новое пастбище. А она такая, собаку приходится применять, чтобы согнать ее с этого места. Потому что пастух-то видит, где пастбище, где злачные места и где тихие вода. А овца не видит, он же овца. И мы все такими были. Мы думали, вот нам тут хорошо, мы тут сядем, сейчас посетим, не тройте нас. А Бог говорит, не-не-не. Вам надо туда стремиться. Туда. О горне помышляйте. Ваше гражданство, он говорит, небесное, не вот этого. Да, здесь хорошо попастись, перекусить. Там истинный хлеб, там, не здесь. И мы должны понять, что он пришел для того, чтобы объединить всех овец в одном и повести за собой туда, где злачные пажки, тихие воды, где дерево посажено потоков вод, мы будем успешными. Потому что он пастырь наш. Мы должны его слушать, мы за ним должны идти. А не быть Петром, который на все у него сразу за носом. За нож хватается, как мамлю. Что вырежи, все вырежи. Он такой был. Почему? Иисуса арестовывают, потому что там армия стоит, а он тут мечный. Сейчас я вам пушу-то пообрубаю всем. Да его бы там закололи через три минуты, если бы Иисус не вмешался. Нельзя нам быть такими людьми, которые надеются на себя. Потому что здесь написано, что он все сделал за нас. Мы сами ничего не способны сделать. И он это говорит. Он говорит, без меня не можете делать ничего. И он говорит в Писании многократно своим ученикам, вы должны просить у Отца Небесного во имя Мое. Потому что у имени Иисуса есть сила мощная. Есть даже песня такая. Любую преграду сломен. Имя Иисуса, потому что в нем есть сила. И когда мы просим у Бога во имя Иисуса, это знаете, как во время Советского Союза, если у тебя что-то не получается, нужно постучать в дверь, искать я от Иоанна Ивановича. И сразу все получается. Вот то же самое у нас в Божьем мире. Но только при каком условии, если мы принимаем все это? Если мы принимаем Иисуса Господом и Спасителем, я как верный раб Иисуса Христа прихожу к Отцу своего Господина, и для Него я исполняю волю Сына, а не самостоятельно сейчас прихожу, благословляю. Знаешь что? Я, конечно, понимаю, что Иисус за меня умер, но почему у меня в жизни вот так и вот я так спорил с Богом, чтобы вы поняли. Я говорю, я понимаю, да, Иисус умер давно там, на кресте, все понес, немощи, болезни, все. Почему у меня в жизни все вот так произошло? А мне Бог проговорил очень четко. Говорит, а прости, а ты где был, с кем вообще был в этот момент, когда у тебя все это происходило? Со мной? Нет. Ты же сам хотел. Пожалуйста. Был бы со мной, было бы все по-другому. А тяжело это принять. А как я должен был быть с тобой? Где? Я тебя знал, что ли? Ты ко мне приходил вообще? А он меня спрашивал. Ты меня звал? Вот получается, что если мы ему не позовем, он не придет. Потому что Писание говорит, воззовите ко мне, и я услышу вас с небесных высот, и отвечу. Воззовите ко мне. Он говорит, вернитесь ко мне, и я возвращусь к вам. Никак не наоборот. Я тут к вам иду, я за вами буду пока ходить, пока вы не передумаете. Вы как передумаете, просто знаете, что тут за вами? Нет. Он говорит, возвратитесь на мои пути, а потом я возвращусь к вам. Но притча о блудном сыне говорит очень важную вещь. Что как только он увидит нас вдалеке, идущими обратно в дом, он побежит навстречу, бросится на шею, будет целовать, даст халат, перстень в ласте, и эти самые тапочки красивые. А потом еще вола самого крутого зарежут там, и будет пир. И ему все равно, где мы были, что с нами происходило, как нас мотало, ему все равно. Он просто видит, что раньше мы умерли, а теперь оживили. И это то, что для него важно. Но для этого мы должны принять решение здесь внутри. Сказать, что бы ни происходило, я иду в дом Божий. И никуда будешь, и ничто меня не свернет. Шоро себе на глаза одень. Телевизор выкини на мусорку. От интернета отключись. Перестань лазать в этой, во всей мусорке. Перестань. Иди в дом Божий, там истинная свобода. И Бог будет тебя менять, как тебе будет некомфортно. Да, тебе будет некомфортно. Слушайте, апостолам тоже было некомфортно. Им было очень некомфортно. Они привыкли к другой жизни. Они все туда пришли, будучи подростками. Там ни одного взрослого человека не было, кроме Петра. Он был совершеннолетний, у него жена была. А других там не было, взрослых. Они все были в бункер. Все! Вы что думаете, им было комфортно? Нет. Сегодня мы пели песню, и мы говорили, ты что, когда я приду таким, как есть. Да, он нас готов принять такими, какие мы есть. Но он не готов позволить нам оставаться такими, какие мы есть. И он будет нас менять. Но менять он будет нас от славы Божьей. Потому что он все остальное уже сделал. Теперь нам нужно просто отдать свое сердце и ему сказать, сердце чистое, сотвори мне, Господь. и все в жизни начнет меняться. Я не скажу, что это произойдет вот так. Хотя одно же действие, когда все вот так и происходило. Их мало. В большинстве случаев это будет постепенный процесс. Потому что написано, святой, да, освящается еще. И процесс освящения, он бесконечный. Ну, как бесконечный. Он закончится, когда мы попадем туда, в зал, где нам скажут, войди в радость, господина своего добрая вернера, там мы будем уже абсолютно следить. Но пока мы здесь, это процесс, который не прекращается. Аминь. Я хочу вас ободрить, что... Да, жизнь с Иисусом это непростая жизнь. Ободрение такое. Да, вообще невозможно жить с Иисусом, на самом деле, в современном мире, потому что нужно прощать врагов. благословлять проклинающих. Говорит, рубашку у тебя попросят две дай. Говорит, пройди с ним расстояние какое-то, два пройди. А если у меня сериал по телевизору, что ж ты теперь мне делал? А он говорит, нет, пройди два. Ночью надо куда-то пройти, поезжай ночью. Как можно жить в нашем мире с такими понятиями? Или там тебя по одной щеке ударили, другую подставь. Да я его сейчас, если он меня... Тяжело. Но вы знаете, Писание говорит нам, знаете, почему нам тяжело, потому что мы не пробовали так делать. На самом деле, внутри мы не пробовали. Мы из опыта мирской жизни думаем, это тяжело. А Иисус говорит следующее, «Возьмите иго моё, ибо оно легко. Своё принесите мне, а моё возьмите, оно легко». И вы знаете, могу посвидетельствовать вам неоднократно, я в этих заповедях на горной проповеди стал практиковаться практически с первых дней, как покаяться. И сегодня на меня нужно, да я бы никогда не сделал, да я бы то, да я бы... Понимаешь, я говорю, я бы тоже раньше никогда так бы не сделал. Но вот Бог, который меня спас от всех проблем в этой жизни, он мне говорит, что мне вот так надо делать. И я так делаю. Ну, а что тебе за этого, что тебя там оценят, тебе что там, орден Сутулова дадут или ещё чего-нибудь. Я говорю, не знаю, что мне дадут, но я знаю, что там меня ждёт венец, который Бог приготовил мне. Вот я туда, вот мой марафон туда, за тем венцом, не за этим. Мне эти награды, первое, что я сделал, когда я покаялся, я весь свой иконостас своих, как они называются, дипломов, и наград снял со стен. Я даже сейчас не помню, честно, где они лежат. Потому что там всё было сделано гордостью моей. Там всё я сделал. Это было моё. Там никто мне не помогал. Я сам своим трудом, своими зубами прорывался и достиг. Но когда я пришёл к Богу, я понял, что всё это, вообще никому не нужно. Я это всё в чемодане в рай не пронесу. Ну, не пронесу. Значит, соответственно, если мне там не нужно, оно мне и здесь не нужно, я хочу, чтобы Бог за меня боролся. Как написано в Писании. Будь твёрдым и мужественным, и я буду поборать с тебя. А как быть твёрдым и мужественным? Это просто понимать, что да, мне нужно продолжать действовать так, как Иисус меня учит. с пятой по седьмой главы мы домашнее задание Евангелия Атмосферия. Если будем делать так, как там написано, Бог будет поборать за нас. Будет. Но в это нужно поверить. Вот поверить у нас у всех немножко сложновато, потому что мы живём в мире, который не даёт нам возможности поверить. Он постоянно нас отвлекает. Знаете, вчера я услышал гениальную фразу от бывшего наркомана, который сказал следующую вещь. Он сказал, говорит, дьявол никогда не приведёт тебя в мир сразу и не покажет тебе все его граммы. Он тебя смотивирует исследовать этот мир шаг за шагом. Сначала одно, потом другое, потом третье. Но это всегда будет тебе нравиться, это всегда будет вызывать у тебя стремление попробовать ещё, пока ты туда просто не завязнешь, как в болото. А дальше он просто сделает так и засосёт. И всё. Человек должен сделать выбор. Сделать этот шаг в сторону мира или нет. Только человек. И когда мы сделаем выбор в сторону Бога, он увидит нас издалека, побежит, упадёт нам на шею, будет целовать. И я этого всем вам желаю. Аминь. Давайте поможем. Спасибо.